К другим темам. Учитель истории не только преподает историю, но и сам пишет ее вместе с учениками. Помни об этом, в сельской школе Воскресенского района работает Елена Гордеева. Она стала одной из первых участниц нового конкурса. Зачем учителю с четвертьвековым стажем эта победа? Смотрите в нашем следующем сюжете. Это мой дедушка, он в 42-м году участвовал в войне. Летопись страны через личный опыт. Такие уроки истории в школе села Ершанка Воскресенского района в порядке вещей. Учитель Елена Гордеева часто объясняет очередную тему не в классе, а в школьном музее среди историка краеведческих экспонатов. Причем интересные находки, предметы быта из истории родного края ребята приносят сами. Это задумка преподавателя вовлечь в предмет настолько, чтобы ученики почувствовали себя исследователями и первооткрывателями. Был собран огромный материал по тому отрезку времени, накануне Великой Отечественной войны, под первые годы, кто принимал участие в жизни нашей школы. Были директорами, учителями и с нашей школы ушли на фронт. Учитель Елена Гордеева 26 лет преподает историю в родной сельской школе. Эту профессию она выбрала по примеру любимого школьного учителя истории. Долго шла к своей мечте, работала в малокомплектной школе, закончила университет. А теперь еще и решила стать одной из первых участниц нового конкурса «Лучший сельский учитель истории». Его инициировал депутат Государственной думы Николай Панков. И коллеги, и ученики Гордеевой считают, она самая достойная кандидатура на победу. Я действительно горжусь своей ученицей, поскольку она была победителем районного конкурса «Учитель года-2013» и даже вышла в финал областного конкурса «Учитель года-2013». Я считаю, что она замечательный учитель, и что, несмотря на то, что есть и другие учителя, все равно у нее хорошие шансы на победу. Конкурс «Лучший сельский учитель истории» продолжает серию новых проектов, посвященных сельским тружникам. Врачам, комбайнерам, библиотекарям, работникам сельского дома культуры из глубинки. А роль учителя в год 70-летия Великой Победы особенно велика, считает Николай Панков. Я хочу, чтобы с помощью моего участия, привлечения власти, привлечения общественности, еще раз сказать большое спасибо тем, кто работает, живет на селе. Наверное, скорее всего, для этого и задумался в том числе наш конкурс. Спокойно жить не могу. Вот нужен стимул. И конкурс теперь уже среди учителей истории является для меня таким стимулом.